Вы про американские фильмы рассказывали, которые вы смотрели в военное время. Сейчас американское кино сильно ушло от тех образцов, на которых выросли? Я особо сейчас последние не видела. Это надо специально. Я интернетом не пользуюсь. Вот моя дочка смотрит, а я, к сожалению, нет. А потом, вы знаете, видишь ведь, есть у артиста школа или нету? Вот как ее фамилия? Забыла. Она такая, она окрашенная, но артистка великолепная. Я думаю, какая артистка? Оказывается, приехала в Москву, пришла во МХАТ и целовала сцену МХАТа. Ее пять раз меняли, по которой ходил якобы Станиславский. Выучила систему Станиславского доскональным. И получилась артистка. То есть у вас получается, что артистками становятся, а не рождаются? Что главная школа, а не дар? Нет. Сначала дар, а потом труд еще. То есть без школы все равно не получится? Конечно. Без школы не получается. Смотрите, мы с вами упоминали Любовь Орлову. У нее говорят, что не было никакой школы. Она была артисткой, она была в музыкальном театре. Я к ней приходила, она мне показывала физкультуру. И я сидела и смотрела. Что значит показывала физкультуру? Она мне показывала, как надо себя беречь и делать физкультуру. А потом она мне сказала, ну вам, драматическим актерам, это не нужно. Я думаю, ничего себе. Как раз очень нужно. А речь? Все. Когда сейчас смотришь сериалы, отвернулся в сторону, уже непонятно, о чем говорить. И вообще непонятно. У меня в театре были такие учителя, как Плят, Концовский, Цейц, Дубов. Потрясающие, Мордвинов. Вот учителя, которые говорили про прилагательные глаголы, существительные, во фразе. Я все ждал, когда вы перечисляли, упомяните ли вы или нет Раневскую. Фаина Георгиевна, начнем с этого, что она пришла к Павлю Леонтьевне Бульф. Фаина Фельдман, рыжая хулиганка из города Таганрога. А перед этим она посмотрела Вишневый сад в главной роли Павла Леонтьевна Бульф. Дворянка из тех вульфов, которые жили, ну где-то вот так, между Ленинградской и Московской областью. Вот там у них было имение. Поставила чемоданчик и сказала, я хочу учиться вас актерскому мастерству. Я буду жить здесь, в кресле Ленинградского на раскладушке, в прихожей, при входе. И своим вот этим вот напором на Павлу Леонтьевну, ну так сказать, озадачивалась. Видимо там помимо напора там видимо что-то... Нет, ничего не было, не надо. То есть одним напором можно решить... Один и потом стала великая русская артистка Фаина Георгиевна Раневская. По Вишневому саду. Раневская. Валентина Талызина прекрасный собеседник, прекрасный, но не простой. Она знает себе цену, умеет жестко поставлять акценты. Очень интересный, конечно, пассаж насчет актрисы, фамилию которой она вспомнила, и могла очень все точно написала. Речь в нашем интервью шла о Мэрил Стрип. Я просто тогда во время беседы, по-моему, то ли и сам не был уверен о ком речь, то ли не решился со своей визави поступать в какой-то полемик. Потому что у нас до этого были там кое-какие докладки из-за термина театральное животное. Ну, это там в свое время мы с Домогаровым беседовали, и я слышал, что Кончаловский так называл Домогарова. В общем, там была легкая докладка, поэтому я не стал уточнять, что речь о Мэрил Стрип. Мне кажется, сейчас вот этот нюанс обозначить, ну, не то, что важно, но почему бы нет.